Темы для обсуждения не угасают, скорее наоборот. Мы хотели бы начать выпуск с новости хорошей. Заслуги Валентина Коновалова оценили. Глава Хакасии стал обладателем премии, хоть и весьма сомнительной. Новосибирское интернет-издание «Тайга.Инфо» не раз высказывалось благосклонно о хакасском губернаторе. В честь своего юбилея редакция организовала премию «Шишка», лауреатом которой и стал глава, по их мнению, непростой республики. Последним героем можно назвать главу Хакасии Валентина Коновалова. Он продолжает руководить сложным регионом. «Тайга.Инфо» вручает ему несистемную «Шишку». Правда, сам герой за наградой не приехал. Премию забрал депутат Горсовета Новосибирска Александр Бурмистров. С любопытной пометкой, что он на общественных началах выполняет роль советника главы Хакасии и обязательно передаст статуэтку законному «Шишкообладателю». Между тем, в сложной Хакасии такое сомнительное поощрение стало поводом для множества ироничных комментариев. Советник главы работает на общественных началах. Не смешите и не обманывайте народ. Все советники устроены в республиканские учреждения, где по факту не находятся и не работают, а просто получают неплохую зарплату. Хотя бы улыбнуться можно. Чего злорадствовать? СМИ давно бы опубликовало, если бы работал за деньги, а не помогал как товарищ по партии. Мы искренне рады и поздравляем губернатора не все ему раздавать поощрение. Здесь, конечно, единицы измерения иные. Немногократное увеличение ежемесячного оклада, как с премиями подчиненным. Но все-таки согласитесь, не каждый глава региона может похвастать, что получил несистемную шишку. Видимо, радость от награды сподвигла Валентина Коновалова сменить гнев на милость. Глава Хакасии передумал лишать должности пресс-секретаря Максима Усова. О том, что увольнение отменяется, официально заявил и сам пиарщик. В администрации главы республики, как вы знаете, идет реорганизация. В том числе меняется функционал некоторых сотрудников. Произошло недопонимание с моей стороны. У меня состоялась встреча с Валентином Олеговичем. Контракт не расторгнут. Я продолжаю работать. Максим Усов, более известный как профессиональный повар передачи «Муж на кухне», восемь месяцев проработал в пресс-службе правительства. И до этой недели был близок к увольнению. Даже написал заявление по собственному желанию. Сегодня жители Хакасии в недоумении. Неразбериха с назначениями и увольнениями кажется бесконечной. Это уже не смешно, а скорее грустно из-за столь непрофессионального подхода. Получается, пресс-секретарь главы выдал непроверенную информацию даже о себе. Что уж тогда говорить про губернатора и всю государственную политику. Веселые ребята. То есть сначала Усов сам бодро и реактивно раздает всем СМИ комменты, что уходит. А потом спустя несколько дней сообщает, что остается. Опять недопонимание. Глава недопонимает, как руководить республикой. Первый заместитель со своим замом недопонимает, что такое республика. Остальные чиновники и служащие недопонимают, для чего вообще работают. Но в целом куда-то идем и к чему-то придем, наверное. Мы думали, опять варить на кухню пойдет. Правая рука не знает, кого увольняет левая. Если увольнение, оказывается, можно вот так просто пересмотреть, то профессиональный опыт не изменишь. Для столь высокой должности необходимо как минимум высшее образование. У Соболева Усова его нет. А значит, трудоустройство, скорее всего, проходит через штат губернаторского телеканала. По специальности Максим Усов повар, причем хороший, но вот как журналист. В общем, ждем очередных кулинарных постов на средства налогоплательщиков. Кстати, к слову о республиканских СМИ. Год назад тогда еще кандидат на пост главы Валентин Коновалов грозился разогнать телекомпанию РТС. Мол, такие огромные траты на пиар, просто расточительство для правительства Хакасии. Но, видимо, обещания быстро забылись. На собственный пиар бюджетных денег не жалко. Чтобы проправительственные СМИ без проблем прожили следующий год, в казну заложили 118 миллионов рублей. Причем основные траты на содержание телекомпании РТС. Для сравнения, эта сумма значительно больше, чем, скажем, выделили на развитие системы ЖКХ. Депутаты Верховного Совета на этот счет во мнениях разошлись. Считаю, что бюджет Хакасии не должен содержать за счет наших налогоплательщиков, жителей Хакасии, канал РТС. Предлагается, чтобы РТС самостоятельно действовал, участвовал в условиях рынка. Денис Бразаускас предложил часть средств потратить на социальные нужды жителей республики, но поправку отклонили. Помнится недавнее высказывание коммунистов, товарищей действующего главы, о своих СМИ и вражеских. И, по всей видимости, с такими огромными вложениями не иначе, как в Сером доме готовятся к настоящей информационной войне. Впрочем, это не единственная устрая тема на прошедшей сессии Верховного Совета. Сразу два депутата предпочли выйти из состава фракции КПРФ. Информация об этом появилась во многих СМИ. Покинули коммунистическую партию Владимир Тутатчиков и Игорь Пономаренко. В итоге в Верховном Совете фракция КПРФ уменьшилась до 13 человек, а интернет закипел комментариями. У каждого из вышедших из фракции есть свои взгляды и интересы. Вот оставаясь во фракции, оставаться на позиции интересов жителей – это потруднее будет. Разве это достойно – менять свою фракционную принадлежность, словно женщина с низкой социальной ответственностью? Пора выходить на митинги за отставку всего правительства Хакасии. А вот выходить на митинги в столице Хакасии теперь воля вольная. Специально для этого и ёлку новогоднюю на Первомайской площади второй год не устанавливают. Берегут место для демонстраций. Вот, например, в честь наиважнейшего события для Хакасии 102-й годовщины Октябрьской революции – демонстрация с участием самого губернатора. Правда, с двудневным опозданием. Между тем, жители республики хотят просто праздника. Хотя бы один раз в год. Да так, что выходят на площадь с пикетами. Пожалуй, не за горами то время, предполагают интернет-пользователи, когда вся новогодняя атрибутика, как и почти 100 лет назад, попадёт под запрет. А в правительственных СМИ вновь появится подобное сообщение. Ребята обманывают, что подарки им принёс Дед Мороз. Господствующие эксплуататорские классы пользуются милой ёлочкой и добрым Дедом Морозом ещё и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала. В инстаграме «Вести Хакасия» сразу несколько самых обсуждаемых тем дали об одной из ключевых. Пользователи поддержали главу Аскизского района. Интерес вызвала информация о том, что Абрык Челтыгмашев смог переговорить лично с председателем правительства России Дмитрием Медведевым о проблемах Хакасии. При том, что ранее губернатор Валентин Коновалов во время прямой линии усомнился в том, что районного главу вообще знают в Москве. Настоящий управленец решает проблемы народа Хакасии. Спасибо вам, Абрек. Абрек Васильевич Челтыгмашев – это человек с большой буквы, который уже оставил на века огромный положительный след. Молодец, пусть услышат, там, раз здесь не хотят. Это были самые обсуждаемые интернет-новости. Уже сегодня мы начинаем готовить новый выпуск в эфире ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...